Переитоговый выпуск программы Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. И начнем с обзора наиболее резонансных происшествий этой недели. Следователи раскрыли убийство 19-летней девушки, тело которой нашли в августе прошлого года в подмосковном Домодедове. Правоохранители полагают, что совершил преступление 40-летний житель Москвы. Его задержали по подозрению в другом убийстве 16-летней студентки колледжа в Волгоградской области. Злоумышленнику грозит пожизненный срок. Крупная спецоперация полицейских и сотрудников ФСБ. Задержаны организаторы и участники преступной группы, которые зарабатывали на подпольной торговле черной икрой. По делу проходит 28 человек. Проведены десятки обысков в Москве и области, а также в Волгограде. Изъято более 120 килограммов черной икры и более 50 миллионов рублей. На юго-западе Москвы полицейские сдержали банду мошенников, которая обманула как минимум 500 человек. Злоумышленники отправляли потенциальным жертвам СМС с текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали номер, на который необходимо перезвони для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора участники группы узнавали у потерпевших их персональные данные и реквизиты карт, а после переводили деньги на свои счета. Руководители и провизоры двух столичных аптек пойдут под суд за то, что торговали сильнодействующими психотропными веществами из-под полы. Сотрудники наркоконтроля провели в аптеках обыски. Изъято 10 тысяч таблеток трамала, а также черная бухгалтерия и деньги около 5 миллионов рублей. Все услуги должны быть оказаны качественно и быстро. Как улучшить работу миграционной службы? Об этом говорили участники совещания, которое провела на Петровке 38 начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Своим подчиненным она поставила задачи полностью ликвидировать очереди и максимально сократить сроки оказания услуг. Потом состоялся прием граждан. Жители Москвы могли лично обратиться за помощью к руководителю миграционной службы. Материал Марселя Нургатина. На приеме Дмитрий Влахович из Сербии. Дмитрий – музыкант, учился в Московской консерватории. Своё будущее он видит исключительно в России. Его цель – жить и заниматься искусством в Москве. У меня заканчивается виза. У меня есть предложения, так сказать, и по творческим, и по трудовым возможностям. Меня внимательно выслушали. Я очень рад, что есть возможность кому-то высказать, так сказать, свою проблему. Натали Шмидт – гражданка Франции. На прием к начальнику миграционной службы она пришла с адвокатом. В России Натали живет более 20 лет. Здесь у нее родился сын. Сейчас у женщины заканчивается рабочая виза, а с получением разрешения на временное проживание возникли проблемы. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова внимательно выслушала и обещала помочь. Я очень рада об этом, особенно для моего сына. У меня 13-летний сын. Он француз, но он учится в русской школе, особенно он музыкант. И образование, которое он получает, особенно по музыке в России, я думаю, что нигде не бывает. Самое главное, внимательное, индивидуальное, объективное отношение управления к каждому обращающемуся привело к тому, что, кажется, мы нашли понимание и имеем сегодня надежду на то, что разрешение будет получено. Большинство из тех, кто сегодня пришел на личный прием к Валентине Казаковой, интересовались вопросами получения вида на жительство, гражданство или разрешения на временное проживание. Прием граждан – это, наверное, тот катализатор, который показывает, все нормально в субъекте или есть какие-то проблемы. Но не только в субъекте, а, может быть, и с законодательством в том числе. Прием граждан, который сейчас мы осуществили в Москве, говорит о том, что работа в московском регионе ведется в полном объеме. В Москве Валентина Казакова провела совещание, на котором присутствовали руководители миграционных подразделений и полицейских главков субъектов Центрального федерального округа. На совещании обсудили качество оказания госуслуг в сфере миграции. В столице в прошлом году на миграционный учет было поставлено более трех миллионов иностранцев. Растет и количество москвичей, обратившихся за госуслугами. Их качеством остались довольны 95% граждан. Это цифры за 2018 год. Подразделениями по вопросам миграции оказывается 17 государственных услуг, 6 из которых можно получить в электронном виде. При этом именно работа подразделений по вопросам миграции является одним из тех индикаторов, по которым граждане оценивают деятельность всей системы государственного управления, особенно при выдаче паспортов. Начальник главного управления по вопросам миграции МВД проводит такие совещания и встречи с местными жителями во всех федеральных округах. В Казани обсудили программу переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Валентина Казакова побывала в новом здании местного миграционного центра и осталась довольна условиями, которые созданы для сотрудников и посетителей. В соответствии с поручением министра мы проводим данные совещания для того, чтобы понять, в чем причина в отдельных округах или областях, там, где собираются очереди, и именно откуда поступает большее количество жалоб. Наша задача – ликвидировать все очереди и, соответственно, чтобы качество предоставления услуг именно Министерства внутренних дел было на высоком уровне. Во Владивостоке обсудили вопросы, связанные с трудовой миграцией, а также работу с теми, чей правовой статус на территории России не урегулирован. Здесь местные жители также смогли обратить внимание на свою проблему. Хотел бы выразить благодарность Казаковой Валентине Львовне за оперативную помощь в решении вопроса с получением вида на жительство. В Северной Осетии после совещания состоялось открытие нового здания Республиканского управления миграцией. Залы просторные, мест для ожидания или заполнения документов достаточно. До мелочей продумана система навигации. В архиве поддерживается нужная температура и влажность. Во всех федеральных округах Валентина Казакова поставила главные задачи перед местными руководителями – добиться повышения качества госуслуг, а также ликвидировать очереди. Марсель Нургатин, Евгений Льин, Петровка, 38. 26 апреля исполнилось 33 года со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. За четыре года работ в зоне отчуждения побывали более 30 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Рискуя собственной жизнью, они спасали других. Сегодня наш герой – подполковник милиции в отставке Михаил Хохлин. В 1986 году в радиоактивной зоне он провел почти месяц. В Чернобыль Михаил Хохлин попал в сентябре 1986-го. Молодому заместителю начальника отделения милиции на речном транспорте предложили командировку. Сразу предупредили – отправиться придется в зону отчуждения, возглавить контрольно-пропускной пункт на реке Припяти. Это 1986 год, Советский Союз. Мы люди в погонах. Какое надо? И все это не обсуждалось. Под руководством Михаила Федоровича работали еще 20 сотрудников милиции из России и Украины. В первый же день милиционерам выдали катера, на которых им предстояло круглосуточно патрулировать территорию. Сюда были местные, а значит, зараженные радиацией. Ну я, как мне сказали, первым делом с приборчиком в катера, померял их, вздохнул и больше мерить не стал. Потому что катера железные, они уже на себя набрали. Думать о радиации просто не было времени, говорит Михаил Федорович. В задачи милиционера входил паспортный контроль всех, кто въезжал в зону на водном транспорте и покидал ее. Проверка и дозиметрический контроль грузов и судов. Именно по реке баржами доставлялась основная часть материалов для саркофага на ДАЭС. Когда уровень радиации начал снижаться, местные жители стали возвращаться за вещами. Чтобы исключить случаи мародерства, всех на выходе из зоны милиционеры тоже обязательно проверяли. Вот детские вещички несет один гарный мужчина, Хохол. Я говорю, ты знаешь, что ты творишь, шубку детскую несешь. Я говорю, штампы я тебе поставлю, что прошел доз, контроль. Но учти, нельзя же ребенку эту шубку. Он, он и хай. Бывали случаи экстремальные. Со времен Великой Отечественной войны на дне Припяти скопились авиабомбы. Михаилу Федоровичу и его сослуживцам поручили после подъема забирать их и уничтожать. Однажды после того, как милиционеры такую бомбу уже выгрузили на отдаленном островке и подожгли, внезапно возникли проблемы. Катер не заводится. Это все. У меня моторист Петя Кальчиков. Ну, не очень хорошо, когда она в 15 метрах лежит и на ней шашка с бекфордом и шнуром. Я говорю, Петя, спокойно, спокойно, все нормально. Ну, разы. Ну, завелся, естественно. Успели. Отъехали на положенные 50 метров. Спустя месяц командировка подошла к концу. Дольше 30 дней находиться в зоне не рекомендовали. Слишком опасно для здоровья. Из моей команды осталось мало. Хотя я был самый старший тогда. Мне было за 30. А всем было чуть больше 20 ребят. Михаил Федорович награжден медалью за спасение погибавших. После командировки он продолжил служить милиции. На пенсию вышел в 2004 году. В должности начальника отдела кадров управления милиции на московском метрополитене. Михаил Шептун, Екатерина Зотова, Петровка, 38. И вот на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok